На Камчатке, на горе Морозной, в 9 утра стартовали соревнования по горнолыжному спорту. Первыми трассу протестировали так называемые «открывающие». Их выбрали среди спортсменов 2006 года рождения. Лучших берут, тех, кого надо показать. Те и едут. То есть это круто, что вы открываете? Да. Конечно. Он же победитель первенства России, среди ее 16. И этот тоже топчик. А вас как зовут? У меня Миша Вешкин. Он тоже топ-6. Первым среди участников мужчин стартовал тоже камчатский спортсмен. Представитель горнолыжной школы «Эдельвейс», член сборной России Никита Козазаев. По первоначальному плану чемпионат и первенство России должно было начаться 26 марта. Но из-за погодных условий его перенесли на два дня раньше. К сожалению, первые три дня были отменены Кубка России из-за плохой погоды. И прогноз погоды на следующую неделю нам дал большие опасения о возможности проведения в понедельник и вторник. Чемпионат России – это главное соревнование в Российской Федерации. Борьба за чемпионскую медаль – это то, к чему стремится каждый спортсмен. Поэтому было принято решение о переносе, чтобы не зависеть от погоды, которая может будет, может не будет. Сегодня хорошая погода. Готовый к соревнованиям трассы этой ночью снова засыпал снег. Поэтому организаторам пришлось за считанные часы приводить ее в порядок. Выпал сегодня 5 сантиметров. Мы его убрали с полотна практически. Опять же, существуют службы, которые занимаются этим тоже делом. И дошли до той основы, которая есть жесткая, которую мы готовили вчера в том числе, продолжали, закончили. Специалисты технически опытные ребята, они готовы к такому различному событию. Поэтому мы выходили и работали по ночам, бригадой делились. То есть работа специалистов, она все равно продолжается. Нужно готовить, нужно сделать. Всего в дисциплине «Слалом гигант» участвовали 123 спортсмена из 15 регионов страны. Старт на высоте 700 метров над уровнем моря. Длина трассы – почти километр. Завершающий спуск среди камчатских спортсменов у Михаила Балаховского. На чемпионате России он принимает участие впервые. 17-летний воспитанник Елизовской школы тренируется у отца. Я уже привык. Даже не знаю, как. Не с чем сравнить, на самом деле. Ну, ответственнее, мне кажется, все-таки вам. Да, да, конечно. Что-то есть сложнее, наверное. Ну, больше внимания, конечно, везде, на трассе, не на трассе. Больше руганий, конечно, тоже. В любом случае, все не так страшно. Ну, очень тяжело, надо намного больше работать. Соперники, конечно, сильные очень. Прямо очень сильные. На вершине горы вместе со спортсменами дежурили и представители спасотряда. В случае возникновения экстремальной ситуации, они были готовы доставить пострадавшего с трассы к автомобилю скорой помощи. Это «Океа» называется. Вот две «Океи» у нас в распоряжении. Сколько человек и все ли дни будете дежурить? Две бригады у нас. И в течение всех соревнований мы обеспечиваем безопасность проведения соревнований. Позапрошлым году была у нас травма на славанной трассе. Спускали мы. Но это непосредственно мы работали. «Океа» потребовалась. Лучшим среди мужчин в «Салом-гиганте» стал Александр Андриенко из Калужской области. Среди женщин – Рината Абдулка-Юмова, которая выступила за «Сахалин». Правда, наградят их только завтра вместе с победителями другой дисциплины – «Салом». Каналыжные соревнования, куда входит и Кубок России, продлятся на Камчатке до 29 марта. Рисана Латыпова, Алексей Кузьмин, информационное агентство «Камчатка». Рисана Латыпова, Алексей Кузьмин, «Салом»